Город взрывается, происходят какие-то всякие бесчинства, и я сейчас ехал в нафиг в стройку. Еще одна восьмерка. Всем привет, друзья! С вами Дима в One Point, и я все так же вспоминаю редкие гоночные игры, которые позабыли. К сожалению, позабыли. И меня часто спрашивают, Дима, посоветуй какую-нибудь игру, где у нас присутствуют гонки на выживание. Я обычно советую Флотаут, Врекфест и прочие игры, которые выходили на ПК. Но, тем не менее, это далеко не весь список. Например, у нас же присутствуют гонки на выживание, где еще на машинах можно было оружие ставить. И вот почему-то вот эти игры выходили в основном на консолях. Я не понимаю почему, но, к сожалению, такая правда жизни. И была у нас такая серия, которая называлась Full Auto. Почему-то об этой серии знают мало кто, но она очень крутая. И, кстати, у нее достаточно интересная история в этой серии, потому что первая часть игры вышла на Xbox 360. Причем она вышла в 2006 году. А потом в 2006 году, уже почти в 2007, в декабре 2006, вышла Full Auto 2. Но вышла она на PlayStation 3. То есть первая часть игры была эксклюзивом для Xbox 360, а вторая часть была эксклюзивом для PlayStation 3. То есть если вам серия этих игр понравилась, и вам бы хотелось поиграть в первую и вторую, то тогда, извините меня, держите у себя две консоли, чтобы вы могли поиграть в серию этих игр. Это максимально странно, но, тем не менее, это не значит, что игра от этого плохая. Нет, игра хорошая. Здесь у нас, как вы понимаете, автомобили, на которые можно ставить оружие. Графическая игра просто сок. И вот такие у нас режимы присутствуют. Race, Gladiator и Team Gladiator. Классное название, не правда ли? Ну ладно. Есть еще у нас Head to Head. Как вы понимаете, это режим для двоих. Наверное, онлайн и карьера. Погнали, конечно же, в карьеру. Итак, в принципе, графику вы увидите. А вот такие вот у нас тут машины. Точнее, сейчас пока что всего лишь одна, потому что игру я эту не проходил. Нам предлагают оружие, которое мы можем выбрать и поставить на свой автомобиль. Ну что же, давайте Primary Weapon у меня будет это. И Secondary Weapon у нас будет Smoke Screen. Пока что у нас самое начало игры. Мы тут ничего особо выбрать не можем. Поэтому как-то вот так вот. Но самая главная суть игры, чтобы вы понимали. Здесь нам нужно ехать и уничтожать наших соперников. Графон охерительный для того времени. Напоминаю, 2006 год, друзья. Просто шикарная графика. И, конечно же, полетели. Нам нужно проехать трассу и уничтожить всех наших друзей. Правда, я так понимаю, что это начало вообще карьеры. Поэтому здесь у нас особо и ничего нет. Нам нужно просто проехать эту трассу за определенное количество времени. И тогда мы выиграем. Первая гоночка была достаточно заунывная. Поэтому я ее пропустил. Здесь нужно было просто проехать трассу. Все, больше ничего делать не надо было. Опа, смотрите. Здесь нам предлагают уже другой автомобиль. Меня это не может не радовать. Поэтому, конечно же, мы его берем. Я так понимаю, это какая-то усиленная тачка, которая будет получать меньше урона. Красотка. Итак, тут, насколько я понимаю, у нас типа арены. Поэтому нужно просто расправляться с нашими соперничками. Которые вот тут вот ездят. Одного мы уже минусанули. Кстати, заметили, что FPS немножко проседает? Да, друзья, это так есть и в реальной жизни. Почему-то FPS в этой игре немножко проседает. От чего это зависит, честно говоря, я не знаю. Но, тем не менее, вот так вот это все происходит. Может быть, это из-за того, что у меня сейчас подключено не по HDMI, а по компоненту. Поэтому все это так вот и выглядит. Но, тем не менее. Так. Хорошо, хорошо, уехал. Сейчас мы тебя попробуем поймать. Здесь у нас присутствуют всякие бонусы и прочие вот такие вот вещи. Давай, давай, давай. Минусуйся, минусуйся. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Опа. Еще одного мы взорвали. Так, можно вообще тут взорвать, мне кажется, много всего. Но рядом с бочками особо лучше не кататься, мне кажется. Потому что вряд ли они нам помогут. Так, хорошо. Вот тут у нас еще кто-то едет. Так. Вот тут определенно чувствуется, что ребятки не такие крепкие, как я. Поэтому сейчас мы их потихоньку начнем выносить. Иди сюда. Ага. Значит, начал по мне стрелять. Да я от тебя, говно собачье. Отлично. Третий у нас минусанулся. Шикарно. Где-то вот они там ездят. Стрелочки мне показывают. Конечно, с таким FPS играть не очень хорошо, я могу сказать. Так, задымляем. Но, тем не менее, тем не менее, как получается. Иди сюда. Вау. Меня вынесли. Печально. Но, тем не менее, я на удивление на первом месте. Пока что. Пока что на первом месте, потому что здесь, естественно, ты восстанавливаешься каждый раз на этой арене, когда тебя убивают. Надо найти, где они катаются вообще. Я что-то заблудился тут вообще. О, едут. Привет. Привет. Вынесли еще одного. Все-таки, вот этот вот огромный бампер спереди, вот этот вот снегоуборочный плуг, как какая-то правильно назвать, он, конечно, хорош. Он реально хорош и реально помогает. Мы заняли все-таки первое место, убили достаточно много соперников. Вот это арена, вот это мне нравится. Но не забываем, что здесь есть еще и просто гонки, как я сказал. Итак, в гонках нам дают выбор. Взять машину побыстрее, но не такую крепкую. Либо крепкую машину, но ни хрена не быструю. И здесь уже будет, конечно, зависеть от вашего стиля игры. Если вы в душе гонщик, то, конечно, берете машину пошустрее, как я, например. А если вы в душе разрушитель, который хочет всех убивать, то берете грузовичок и убиваете всех вокруг. В гонках задача у нас максимально простая. Нам нужно приехать на первом месте и не получить посраки. Оружие в начале у нас пока что недоступно, но я, как всегда, сразу же его в действии. Так. У нас все это, честно говоря, напоминает Regeracer Unbounded, если вы помните такую игру. Я ее опять в рамках забытых игр показывал. Вынесли. Шикарно, едем дальше. Осторожно вот с этими бочонками, как я сказал, потому что... Можно... Давайте задымим немножко их. Может, они потеряются? Вы там теряетесь, его дым или нет? Как мне, конечно, нравится эта штука, что можно всех нафиг задымить. Это просто красота. Так, я включил... Теперь двойной у нас режим. Мы будем пулять сразу по ним из двух орудий. Это достаточно удобная штука. Но, конечно, мне дико не нравится, что FPS проседают. Ребята, когда я играл через HDMI, у меня таких проблем не было. Вообще не было. Так. Можно было взорвать там бочки и тогда получить, я так понимаю, какие-то плюшки, но я не стал этого делать. Мне самое главное сейчас приехать на первое место. И тут очень много разрушаемых объектов. Как я сказал, эта игра очень напоминает мне Ridge Racer Unbounded. Но, конечно, это неправильно, что она мне напоминает, потому что Ridge Racer Unbounded вышла позже. Эта игра вышла раньше. Это такой, знаете, основоположник, мне кажется. Вообще, в принципе, вот этих вот игр, где ты ездишь и выносишь всех. Да, я, конечно, понимаю, что первое выходило у нас это Twisted Metal. Но, тем не менее, Twisted Metal был очень и очень давно. А потом те, которые выходили, они были так себе. А вот Full Auto здесь как бы и по дорогам ездить можно. И соперников красиво выносить. И это прям мне нравится. Ну и, конечно же, у нас тут жопа. Без этого никуда. Город взрывается. Происходят какие-то всякие бесчинства. И я сейчас, из-за того, что у меня пролагал экран, ехал в нафиг в стройку. Шикарно. Прямо перед финишем. Спасибо тебе, экран. Замечательно. Люблю я такое. Классно. Придется перепройти. Отлично. За прохождение этой гонки мне дали шотган. Что нам еще дают? Скин для машины. Скин для другой машины. Классно, классно. Получили мы пак. Могли бы получить пак 3. Там у нас есть еще всякий объект, который можно было открыть. Но ладно, тем не менее, как-то так. Итак, это у нас следующая гонка. Здесь нам также нужно проехать просто трассу и не получить по жопе. Не получить по жопе мы должны в данном случае от трафика и от того, что вот сзади вот там иногда появляются какие-то супостаты, от которых нужно будет уехать. И при этом нужно как-то от них уехать взаимодействие с окружением. Что-то нужно взрывать, что-то ломать. Но в данном случае у меня тут дробовичок. Как бы мне его переключить, чтобы у нас не происходила вот эта беда. Потому что здесь нам не дают вот эту вот хрень, вот это вот задымление и прочие вот эти вот вещи. Давайте так. Отлично. Отлично. Выносим, 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 выносим. Если что, сейчас у нас дробовик. Вот они, приехали супостаты наши, с которыми мы должны расправиться. Мы стараемся выжить как можем, друзья. Сзади посраки постоянно стреляют. И вот это я понимаю. Экшн. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот это были атаки. Вот от этих ребят нужно уворачиваться, потому что они слишком крепкие. Вы только посмотрите, что здесь у нас творится. Вот это я понимаю месиво. 78% у меня уже пройдено, и меня все-таки взорвали. Меня взорвали, но тем не менее телепортнули. Блин, давай, надо бы уехать, надо бы доехать. 44 секунды, 42 осталось. Нужно выживать. Вот это я не ожидал такого, что здесь так все будет. Меня будет пытаться вынести со всех сторон. Это просто охренеть. Взрываем все эти бочки, чтобы они нам не мешались. Расчищать себе путь, это здесь нужно определенно. Только никуда не врезаться. Только никуда не врезаться, и обгоняем. Вот это я понимаю красивый финиш. Вот это я понимаю красивый финиш. Жесть. Но, тем не менее, я там не все объекты прошел. Но главное, что первое место. Шикарно. Блин, задание здесь, конечно, это прям жуть. Опять же, для тех, кто любит ездить на машинах и при этом стрелять из всяких орудий. Итак, у нас снова обычная гоночка. Не знаю почему, но вот эти обычные гонки мне нравятся намного больше. Здесь я могу хотя бы спокойно расправиться со своими соперничками и радоваться жизни. Так. Братиш, вот надо бы с тобой сейчас расправиться. Ну и, конечно же, я взял два любимых своих орудия на данный момент. Это пулеметы, машин-ган и, конечно же, конечно же, смок. Блин, ну вот, конечно, смокей здесь работает не очень хорошо, честно говоря. Они как-то не особо замедляются. Но надо бы этого челика вынести. Смотрите, я пипец по нему стреляю. Какого хрена? Я вас сейчас задымлю. Что там происходит? Что происходит? Ооо, вот это было жестко. Хорошо, он там сам себя вынес. Мне постоянно подсрачники дают. Постоянно. Есть, кстати, у нас тут короткие пути. Но я почему-то этими короткими путями не пользуюсь. Там вот ребята что-то вообще заблудились, я смотрю. Поэтому, видимо, хорошо, что я этим коротким путем не воспользовался. Скорость, конечно, из-за проседаний FPS вообще нереальная. Так, надо было задымить нафиг. Опа. Привет, чуваки. Вы тут что делаете? Мне кажется, вас вынести надо нафиг. Что-то они особо не выносятся, я могу сказать. А мне еще подсрачники дают, как всегда. Блин, я схватил стену. Я теперь понимаю, что у нас здесь за беда такая. Понятно, почему вот этой срезкой никто не пользуется. Она слишком хреновая. Зачем я в нее поехал, я не понимаю. Ну и, конечно, поскольку я совершил такой косяк, я приехал не на первом месте. В общем, да, друзья, к этой игре нужно очень жестко привыкать. Очень жестко привыкать к тому, что она пролагивает. Я не знаю, почему, опять же, она пролагивает. Вроде как, когда я играл через HDMI, вообще проблем никаких не было. В общем, достаточно странная ситуация. Опять же, на Xbox 360, мне показалось, первая часть, она как-то плавнее шла, чем на PlayStation 3. На PlayStation 3 я сейчас играл второй раз всего лишь. Просто первый раз, когда я поиграл, мне эта игра понравилась. Мне вообще, я изначально играл всегда на Xbox 360 Full of the... Она мне очень сильно заходила, как раз из-за графонии, из-за всего. Здесь же графоний, как вы заметили, во второй части он немного похуже. Но, тем не менее, мы же тут рассказываем про редкие гоночные игры. Поэтому я не мог упустить шанс не рассказать вам про Full of the... В общем, на этом у меня все. Всем огромное спасибо. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать такие ролики. А лучше поставить колокольчик. Тогда вы точно будете знать о выходе моего нового видео. Ну и, конечно же, палец вверх. Вам не сложно, а мне будет максимально приятно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok